Здравствуйте! Сегодня гость программы «Знакомые лица», а точнее гостья программы «Знакомые лица» член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Галина Григорьевна Николаева. Здравствуйте, Галина Григорьевна! Здравствуйте, Юля! Галина Григорьевна, вы живете сейчас в Москве. Не так долго. Вы уже привыкли к мегаполису. Ну, как вам сказать, Юля? Наверное, к Москве привыкнуть очень сложно людям, которые, в принципе, всю жизнь свою прожили в регионе. Я вот, например, спокойствие, чистота чувашского нашего, скажем, края, экология, она не сравнима с Москвой. Ну, и там жим с ней, конечно. Ну, могу сказать, в качестве примера, есть у нас общие у Москвы и Чебоксар пробки. Ну, там они, конечно, намного большие. Да, больше. У нас поменьше. Да, у нас поменьше. Галина Григорьевна, а вот по Чебоксарам вы скучаете прежде всего, потому что это ваш любимый город родной или по людям, которые здесь живут? Мы, наверное, будем говорить по людям. Все-таки человеческая, я думаю, составляющая, она, наверное, на первом плане. А так, в принципе, встречи с нашими представителями республики, они происходят и в Москве. Бывают у нас наши представители органов исполнительных власти Совета Федерации. Где-то мы встречаемся с нашими депутатами Государственной Думы, представителем Чувашево уже в Государственном Думе на разных заседаниях, парламентских слушаниях, на круглых столах, на рабочих подгробах. Поэтому встречи, они все время проходят, проходят. А мы все-таки стремимся всей душой к своим. Сюда нам хочется домой, к своим товарищам по работе, коллегам. Карина Григорьевна, вы очень активный человек. Вот я, сколько вас знаю, вы всегда впереди планеты всей, как говорят, да? Вы были руководителем исполкома регионального отделения партии «Единая Россия». Вы были депутатом Госсовета Чувашской Республики, да? И вдруг вот такой поворот событий. Вы член Совета Федерации. Вот как вы считаете, это закономерно или все-таки сыграл случай свою роль? Во-первых, я депутатом Государственного Совета Чувашской Республики. Была издана только в декабре 2011 года. И поэтому стаж в депутатском мой Государственном Совете, он незначительный. Конечно же, это, в принципе, будем говорить, нам трудно было предугадать и даже предвидеть. Но знаем о том, что все-таки сегодня действует кадровый резерв, скажем, сегодня президента Российской Федерации. Есть кадровый резерв у главы Чувашской Республики, есть кадровый резерв у партии «Единая Россия». Я знаю, что самые, скажем, известные, самые преданные партии своей обычной политической партии выдвигаются на различные выбранные должности. В данном случае я тоже считаю, что партия «Единая Россия» и глава Республики выдвинули представителя Совета Федерации, который раньше у нас, например, такого не было примера, функционера, работника регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Галина Григорьевна, вот все-таки всегда Совет Федерации от Чувашской Республики представляли мужчины, а здесь представляют женщины. Это впервые. Вот что случилось? Почему? Почему все-таки стала женщина? Что изменилось? Что изменилось? Я думаю, поскольку председателем Совета Федерации является тоже представитель наших женщин, Валентина Ивановна Матвиенко, видимо, где-то там, в общем-то, наверное, и Республика наша захотела также своего представителя направить из числа женщин. Но ведь у нас всегда в Республике женщины занимали руководящие паспорты. Конечно. У нас женщины всегда доверяли Чувашской Республике. У нас были даже премьер-министры женщины. Мы помним Наталью Юрьевну Портасову, мы помним Нину Владимировну Суслонова. Они возглавляли наш кабинет министров. И мы знаем, что и в нынешнем правительстве Чувашской Республики, и в предыдущих созывах много женщин, самых достойных, работает и работали министрами. Поэтому здесь дело, наверное, не в гендерном признаке, а в человеческих качествах, профессионализме. Ну, наверное, все-таки еще пока нельзя сказать, что у Совета Федерации женское лицо. Все-таки мужчин там больше. Я могу сказать о том, что женщины там, хотя и в малом количестве, всего там 13 человек, но они очень активны. Я думаю, что вообще женщине присуще высокое чувство ответственности, добросовестности. Поэтому женщина, она всегда к работе относится очень ответственная. И я никогда не видела случая, чтобы на каком-либо заседании Совета Федерации отсутствовали представители сенаторов регионов из числа женщин. Хотя мужчины, может быть, например, кое-кто и пропускают эти заседания. Галина Григорьевна, вот благодаря средствам массовой информации мы все-таки знаем, как протекает жизнь в Государственной Думе. А вот о Совете Федерации все-таки не так много материалов. И поэтому мне бы хотелось узнать, как протекает рабочий день сенаторов? С чего он начинается? Конечно же, Государственная Дума Российской Федерации достаточно известна своей деятельностью. Постоянно мы видели картины из жизни заседаний Государственной Думы. Иногда были эти картины нелицеприятные, иногда они были удивительно интересными. Вместе с тем мы знаем о том, что и Совет Федерации, и Государственная Дума они формируются по принципу комитетов. У нас тоже есть комитеты в Совете Федерации, есть, соответственно, комитеты и в Государственном Думе. Но если в Государственном Думе депутатов 450, то сенаторов, конечно же, всего 166. По два представителя от каждого региона России. У нас тоже сенаторы входят в составы комитетов Совета Федерации. Есть, например, вопросы, которые проводятся, готовятся к заседанию Совета Федерации, к заседанию комитета Совета Федерации. И все законы, которые принимаются Государственной Думой, конечно же, они поступают в наш Совет Федерации, и мы принимаем решение по ним одобрять эти законы, принятые Государственной Думой, или где-то там, называется, возвращать для доработки и создавать для этого специальные рабочие группы. Но кроме этого, есть у Совета Федерации много других форматов работы. Это есть парламентские слушания, заседания круглых столов, заседания в виде совещаний. У нас проводятся по инициативе комитета еще и какие-то специальные выездные заседания комитетов регионов, территориях. Поэтому работа там для тех, кто ответственно относится, она всегда есть и в достаточном объеме. Галина Григорьевна, а как вот формируется комитет? По интересам люди туда приходят работать? Ну, право сенатора, конечно же, сенатор после назначения принимает решение, в каком комитете ему, в общем-то, сегодня продолжать работать или начинать работать. Мне вот предлагали разные комитеты, когда я только что пришла в Совет Федерации, меня приглашали в комитет по социальной политике, приглашал меня представителя комитета в комитет по регламенту депутатской этики. Но я отдала предпочтение комитету по науке и образованию, поскольку сама все-таки я получила образование учительское, работала долгое время в системе образования. Мне это очень близко. Я считаю, что получав, имея педагогическое образование, работу в составе другого комитета, было бы, наверное, не очень правильно по отношению к нашим учителям, к нашей республике, к нашей системе образования. Я, по-моему, здесь буду полезнее. Ну, кроме образования, ваш комитет занимается еще вопросами культуры и информационной политики. Вот, Галина Григорьевна, может быть, какие-то интересные законопроекты вам приходилось рассматривать в последнее время? Может быть, спорные какие-то вещи? Вот, ну, то вот припомните. Недавно, совершенно недавно, мы рассматривали вопрос о внесении изменений в закон о местном самоправлении, который бы предусматривал право муниципалитетам иметь средства на создание соответствующих музеев. В нашей республике тоже мы знаем, что многие наши музейные организации, вот такие, значит, многие работают на общественных началах, финансировать расходы, ввести из муниципального бюджета на их содержание на сегодня практически действующих законодательств не позволяет, а вместе с тем, те вот хорошие наши музейные учреждения, они приобретают статус филиалов республиканского учреждения, поскольку это было не предусмотрено в законе. Это инициатива одного из субъектов Российской Федерации по этому законопроекту, и наш комитет с удовлетворением это отметил. А я, как представитель Чувашской Республики, когда задавали вопрос, а как же существуют на самом-то деле сегодня музеи, которые есть на территориях субъектов, которые в муниципалитетах расположены, он, в общем-то, сказал, поскольку нам все понятно, музейное дело Чувашской Республики всегда, оно хорошо развивалось, они у нас в большинстве находятся, конечно, на общественных началах, и что действительно финансирование, это дело, в общем-то, получается общественное у нас. Спонсоры, друзья, бывшие, может быть, какие-то выпускники школ помогают создавать эти музеи. Ну и, конечно же, добрая воля, энтузиазм наших людей, которые занимаются созданием этих музеев, изучением истории, культуры. Я думаю, что после принятия этого закона музейное дело и местное самоуправление, видимо, в этом случае будет дальше двигаться. Вот это только один маленький вопрос. Ну, могу повести пример, что в прошлом году осенью состоялся у нас культурный форум в Костроме, и мы там обсуждали вопросы сохранения и развития национальных традиций, значит, традиционной русской культуры, традиционной народной культуры, культура народов Российской Федерации. И вот когда мы были на этом форуме, в качестве примера называлась наша Чувашская Республика, я этим гордилась, то, что на нашей территории проходит фестиваль «Родники России». И что это, в общем-то, сегодня говорит о том, что Чувашская Республика имеет свои традиции, развивает свою национальную культуру народов России, и более того, является организатором традиционно вот этих всероссийских фестивалей на своей территории. Это федеральная церевая программа, и организатором является Чувашская Республика. Это очень здорово. Галина Григорьевна, вот в декабре 2012 года Владимир Путин подписал указ о стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, и где вот рассматривается вопрос о сохранении культуры, национальной именно. Но вот мне кажется, что сохранить национальную культуру без вложения денег невозможно, потому что для того, чтобы сохранить культуру, нужно издавать книги на национальном языке, нужно писать словари, издавать эти словари, а денег всегда не хватает. Вот, а как вы видите, вот, выход из такой ситуации? Во-первых, нужно сказать о том, что стратегия, концепция национальной политики Российской Федерации, она существовала, но и мы просто будем считать, что назрело время, с учетом изменившихся обстоятельств, вернуться и по новой, скажем, уже разработать эту стратегию. Стратегия очень нужна, поскольку Россия – это многонациональное государство, у нас много народов и национальностей проживает и на территории нашей республики. Вместе с тем мы хотели сказать о том, что эта национальная стратегия, она все-таки создана для того, чтобы мы жили все-таки в согласии, уважая культуру друг друга, национальные особенности, и, конечно же, их сохраняли. И вот одно из предложений, которое, когда мы обсуждали вот этот проект «Концепция», было высказано создавать в федеральном бюджете отдельной строкой расходы, которые будут направляться на развитие национальной культуры. Сейчас очень много споров, и дискуссия возникает вокруг того, что на нашем телевидении появилась масса программ, где используется иногда ненормативная лексика. То есть проходит какое-то ток-шоу, и люди говорят все, что душе угодно, и иногда даже это не успевают прикрывать свистом. Вот вы как человек, как сенатор, как относитесь к тому, что вот такие вещи у нас все-таки появляются? Сейчас и мы к ним уже почти привыкли. Вы знаете, я думаю, не только меня, но, наверное, многих телезрителей раздражает. Вот это все, называется, звуки заглушающие. В общем-то, вот эта свобода использования нецензурных слов на наших каналах телевидения. Мы знаем, какие каналы этим грешат, и действительно народ это, в общем-то, не одобряет. В связи с этим хотелось сказать о том, что начата работа депутатами Государственной Думы, принятие законопроекта, в общем-то, процесс этот скоро завершится, и мы с этой федерацией уже рассматривали на заседании комитета эти законопроекты после первого чтения, до первого чтения. А теперь уже будем рассматривать в ближайшее время, уже, в общем-то, одобрять этот закон мы должны. Разговор идет о том, чтобы сегодня привлекать к ответственности юридических лиц, физических лиц, те, которые используют ненормативную лексику в СМИ и печатных, и в том числе на телевидении. И я поддерживаю это решение, поскольку оно совпадает с мнением нашего населения. Вы лично об этом говорили. Практически, конечно же, телевидение и газеты, они должны, в общем-то, нас образовывать, делать нас чище, красивее. А словарь русского языка, он такой богатый, и сам по себе язык русский, он очень богатый. Совершенно нет надобности использовать эту нецензурную брань. Галина Григорьевна, я думаю, что вы знакомы еще с одной проблемой, которая возникает у нас сейчас практически каждую весну, вот последние, скажем, два года. Это проблема наборов школы. Я думаю, что к вам уже приходили люди, наверное, с этой проблемой, потому что хотят устроить своих детей, как им кажется родителям, в перспективную школу, в хороший класс, хорошему классному руководителю, а не получается, потому что их прописка не подходит. И возникают вот эти живые очереди вокруг школ, гимназий и прочее. Вот как вы считаете, какой выход есть из этой ситуации? Ну, в принципе, законодательство у нас уже, например, все вопросы расставило все точки, и правила все они четко прописаны. Конечно же, при закреплении территорий за конкретными образовательными учреждениями мы обеспечим шаговую доступность образования. А вот эти учреждения, которые имеют особое, например, содержание образования, углубленные изучением предметов, лицеи, гимназии, конечно же, они должны, в принципе, соответствовать тому, чтобы каждый гражданин, проживающий на территории того или другого муниципалитета, мог претендовать для поступления в эти учебные заведения. Есть ли есть задатки, есть ли есть желания. Но мы ранее как-то увлекались тем, что проводили конкурсы, вступительные какие-то испытания для детей с целью определения готовности их к обучению в школе. Сейчас, в соответствии с законодательством, это считается уже недопустимой формой работы образовательных учреждений. Да. И в связи с этим существует приказ Министерства образования Российской Федерации, оно издано в феврале 2012 года, которое обязывает наше образовательное учреждение принимать своих первоклассников в закрепленных территориях. Там никому отказывать мы не должны. А если говорить, например, о том, что мы хотим все, чтобы дети наши учились или в лице, или в гимназии, то, естественно, здесь будет, например, тоже рассматриваться вопрос о возможности, называется, да, удовлетворить все желания, потребности. Но у каждого ребенка, у каждого родителя есть право поступить на учебу без какой-либо, например, скажем, такой очереди или беспокойства в образовательном учреждении по месту жительства. Я хочу сказать о том, что учителя у нас в республике, они достаточно называются у нас профессиональные, поэтому школы наши считаются многие очень такими уже развитыми, результативными. Поэтому, конечно же, мы с вами будем надеяться на то, что каждый ребенок и каждый родитель, все-таки, например, приходя уже в первый класс, увидит лица учителей и первых помощников, и лучших товарищей, и, конечно же, у них будут лучшие учителя. Потому что Владимир Владимирович, как Путин сказал на послании в федеральном собрании, он сказал, если в жизни человеку встретился учитель хороший, то можно считать, что судьба человека состоялась. Но сейчас, знаете, в чем проблема? Люди хотят не в школу, гимназию, а чаще всего попасть именно к определенному учителю. Потому что есть учителя, к которым хотят попасть во что бы то ни стало, и готовы записываться в 4 часа утра. А есть учителя, к каким не хотят попасть. Вот как выйти нам из этой ситуации, чтобы все-таки в начальной школе у нас были все хорошие учителя, все были профессионалы, потому что от них очень многое зависит, как дальше будет развиваться ребенок. Юля, я хотела сказать о том, что мы сегодня имеем новую редакцию закона образования Российской Федерации, и мы знаем о том, что есть право родителей, есть право ученика, есть право работающих в образовательных учреждениях. И при всем при этом мы знаем, что есть такая сейчас новая форма. Мы можем аттестовать учителя в лице руководителя школы через свою комиссию аттестационной соответствии с занимаемой должности. Я считаю, что если учителя будет плохо работать, то, естественно, через аттестацию этого учителя, конечно же, признают несоответствующую занимаемой должности. Может быть, мы просто мало показываем, например, мало, наверное, знакомим с учителями наших родителей. Наверное, школа должна быть более открытая, значит, более доступной для информационного поля, для того, чтобы наши родители не сомневались. Я считаю, что учительство у нас, например, квалифицированное, что учителя у нас очень опытные, и даже молодые бывают у нас очень инициативные, энергичные. Поэтому надо довериться школе, надо изучать, побеседовать. Я думаю, такая возможность есть в каждой школе. До сентября у нас много-много времени. Галина Григорьевна, вы тепло говорите всегда о школе, и вы всегда очень тепло говорите о комсомоле. Вот комсомол какую роль сыграл в вашей жизни? Ну, комсомол – это юность наша, комсомол – это школа общественной, политической жизни. Ну, и считаю, конечно же, комсомол, он, в общем-то, свою роль в нашей истории страны сыграл. Он был помощником нашей КПСССР, там готовился резерв кадров. Значит, у всех была определенная такая широкая дорога, и все знали, было интересно жить. Галина Григорьевна, а как вы считаете, вот нужны сегодня такие организации, молодежные, детские организации, как была в свое время пионерская организация? По инициативе нашей члены Совета Федерации подготовили закон о добровольчестве и волонтерстве Российской Федерации. Поэтому я надеюсь, что он в скором времени поступит у нас в Государственную Думу, и вот все такое, например, добровольчество, волонтерство, которое есть в нашей стране, приобретет такую законодательную базу. И мы еще, наверное, много добрых примеров увидим добровольчества в нашей стране, потому что такое искреннее внутреннее желание принести добро, поучаствовать, называется, в добрых мероприятиях, оно, например, всегда делает людей чище. Они, например, все-таки в этом случае, например, получают какое-то удовлетворение. И волонтерство – это, в общем-то, добровольная воля человека. Галина Григорьевна, глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев вышел с инициативой на Совет Федерации о проведении Дней Чувашской Республики в Совете Федерации. И говорят, что планируется провести такое мероприятие уже в сентябре 2013 года. Как будут проходить эти мероприятия? В соответствии с регламентом Совета Федерации есть порядок проведения этих дней в Совете Федерации. Многие субъекты хотят, инициируют это, получается, субъекты, и принимают решение комитет по работе по местному самоуправлению. Предварительно мы уже обсуждали порядок проведения и программу проведения Дня Чувашской Республики в Совете Федерации. Приезжала достаточно серьезная делегация из Чувашской Республики. Мы обсуждали вопросы подготовки, выслушали предложения наших министерств, научных учреждений. Гуманитарный институт наш приехал в лице Юрия Николаевича Исаева. Творческие коллективы будут участвовать. Представители министерства культуры были. Но самое главное, конечно же, День Совета Федерации региона заключается в том, чтобы глава республики или глава региона, а также руководитель законодательного собрания рассказали о своей деятельности, какие у нас есть решения, какие у нас есть, например, уже достижения, какие мы принимаем законы, как нам сегодня, в общем-то, живется в этой большой стране, и как реализуется сегодня указы президента, законы на территории того или иного региона. Но, конечно же, при этом имеет очень важное значение, какая законодательная работа проводится, также самими субъектами, какая законодательная инициатива вносится в Совет Федерации, потому что федеральные законы, они, в общем-то, должны такие быть написаны, чтобы отвечали интересам регионов. А решение, реализация любого закона, всегда мы знаем, многие наши руководители, бюджетных учреждений, даже просто граждане говорят о том, что наша законодательность несовершенна, и конкретно нам показывают, указывают, где и какие изменения надо вносить. Поэтому я очень надеюсь на то, что Чувашская Республика также может достойно рассказать и законодательную работу, которую мы проводим, и как реализуем мы федеральный закон на территории Чувашской Республики, и как мы свои планы мероприятия реализуем, потому что у нас есть что рассказать, и нам есть что показать. Но ведь наши коллективы художественные тоже будут принимать участие, я правильно поняла? Наверное, это очень яркое такое событие. Да, мы хотели по программе предложить до заседания Совета Федерации вечером организовать выступления творческих коллективов нашей Чувашской Республики для сенаторов, для наших земляков в городе Москве. Национальный колорит, его ничем не заменишь. Да, поскольку содержательный разговор, доклад – это все хорошо, но нас надо еще и почувствовать. Да. Надо удивительно вот эту Чувашскую речь услышать, и надо, например, почувствовать. А костюм нужно увидеть. Да, почувствовать надо называть, например, это наше слово, во-первых, танец надо увидеть, мелодию надо нашу услышать, посмотреть, конечно же, наши национальные костюмы, которые очень интересны, они красивы. Ну и это получается, в общем-то, образное, полное представление о нашем чувашском народе будет. Галина Григорьевна, вот то, что работы у вас очень много, я поняла, но успеваете ли вы отдыхать и уделять время себе любимой? Или все в работе? Юля, такая интересная наша жизнь, поэтому, конечно же, для отдыха всегда в моей жизни оставалось не так много времени. Я просто могу сказать, вот в Москве, например, за этот период, я недавно работаю в Сайте Федерации, я за этот период могла, только один раз я сходила на юбилейный концерт Петросяна, это был очень большой концерт, много интересного я узнала об этом человеке, но и второй, это получается, я смогла сходить в театр, Станиславского Немировича Данченко, посмотрела оперу «Лючие» на итальянском языке. Это получилось почему? Потому что театр находится буквально на одной улице Советом Федерации, поэтому, естественно, смогла, например, выкроить время и сходить на спектакль. Но еще планы есть какие-то. Галина Григорьевна, спасибо вам большое за эту встречу. Я очень рассчитываю на то, что когда вы будете приезжать сюда, к нам в Чебоксар, мы будем с вами встречаться, обсуждать насущные проблемы, и, возможно, наша национальная телерадиокомпания поможет вам в решении каких-то вопросов. Мы всегда готовы и рады сотрудничеству с вами. Спасибо большое. Я хотела, пользуясь случаем, сказать о том, что горжусь тем, что Чувашская Республика имеет национальную радиокомпанию, и в связи с тем, что с мая 2013 года в стране начнет работать общественное телевидение России, я очень надеюсь на то, поскольку содержанием работы общественного телевидения будет реализация регионального аспекта, должны идти новости из регионов, должны быть рассказы о людях из регионов, о культуре народов из каждого региона, о красивых местах регионов. Я надеюсь, что национальная телерадиокомпания Чувашская займет достойное место в подготовке вот этих мероприятий, сюжетов с нашей территории. И про нашу Чувашскую Республику благодаря общественному телевидению узнает вся наша большая страна. Такая возможность у нас есть впереди. Я очень рассчитываю, что творческая коллектива нашей компания в этом деле займет и будет заниматься очень активно. Ну, а мне остается только добавить, что сегодня в гостях у нас была член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Галина Григорьевна Николаева. Всего вам самого доброго. До свидания.